привет друзья меня зовут denis борисов я тот человек который регулярно дает вам какие-то практические рекомендации по различным аспектам нашей жизни и сегодня я хочу поделиться с вами своим мнением по поводу единоборств недавно в инстаграме я разместил одну из своих старых фотографий где я с друзьями занимался секции бразильского джиу-джитсу вот это породило такой неплохой срач комментариях кто-то там начал кричать типа да нахер все это нужно будет у меня пистолет никакая борьба тебе не поможет ну и так далее кто-то начал переходить на личности типа что ты стриптизе решка там борис стриптизе решка ха 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 ну на этих гоблинов я обращать внимание не буду потому что те товарищи которые регулярно смотрят мои трансляции они в курсе что чем человек ближе к унитазу тем больше его взгляд какие-то достижения других людей и вместо того чтобы поддерживать как-то развиваться такой человек пытается всегда принизить достижение других людей то есть это всегда 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 проявление слабости если кто-то начинает поливать говном другого человека это всегда проявление слабости если кто-то пытается принизить достижения человека это всегда проявление слабости поверьте если я уверен себе если я комфортно чувством не абсолютно по барабану кто там чем занимался у кого там какие успехи если мне это неинтересно просто пойду мимо я промолчу но я не буду пытаться принесить достижение человека мешать его с говном Поэтому про таких гоблинов говорить не будем. Но были много комментариев по поводу того, что действительно эффективно, а что неэффективно. И я решил вам дать свой, скажем так, топ-6 видов боевых единоборств, которые, на мой взгляд, действительно по-настоящему эффективны для улицы. Действительно. Единоборств существует, конечно же, огромное количество, и каждый представитель своего вида единоборств будет нахваливать свой. Говорить, да вот мой там, да самый лучший, да занимайтесь вы ушу, ушу это такой офигенный стиль. Всех будете разбрасывать налево и направо. Но так как я прагматик адский, то я исхожу из чего. Есть очень замечательные критерии. Происходит сейчас последние 10 лет, даже сколько уже, наверное, 15 лет, активно бои без правил, да, то есть смешанные единоборства. И мы прекрасно за эти 10 лет, за 15, смогли посмотреть, представители каких единоборств чаще всего побеждают. И на основании этого, с прагматичной точки зрения, у меня вот и сложился вот определенный перечень, который я вам сейчас дам. Единоборств, которые, на мой взгляд, самые эффективные. ММА это и есть смешанные единоборства. Причем еще лет 15 назад бои в смешанных единоборствах, они проводились вообще без правил. Ну, запрещено было минимум. То есть там запрещены были удары в пах, выкалывание глаз и так далее. А все остальное разрешено. То, что сейчас ММА, ну, конечно, там очень много уже правил существует, много ограничений, многие вещи нельзя делать. Но не в этом суть. Давайте сначала разберемся. Какие виды единоборств самые эффективные? У нас есть виды единоборств, в которых ударная техника, где вы не находитесь на расстоянии от партнера, от оппонента и наносите удары. Ярким представителем таких видов единоборств является, например, бокс. И у нас есть виды единоборств, где используется борьба, где вы входите в плотный контакт с оппонентом, ну, и дальше проводите либо бросок на землю, либо какой-нибудь болевой прием, либо какой-то удушающий прием. Ну, в общем, у вас есть плотный контакт с оппонентом. В каждом виде единоборств есть свои плюсы и минусы. Какие, на мой взгляд, самые эффективные ударные единоборства? То, что я видел, говорит мне о том, что самыми удобными для улицы единоборствами, самыми эффективными являются А. Бокс, Б. Карате, С. Тайский бокс. Вот три вида единоборств, которые крайне-крайне-крайне-крайне сильные для улицы. Что касается видов борьбы, то, на мой взгляд, самыми эффективными являются самбо или дзюдо. Причем я... Вообще, это два очень близких вида борьбы, на самом деле, крайне близких. Потому что дзюдо пошло в основу для самбо. Но есть определенные отличия, которые для улицы, мне кажется, существенны. Например, в самбо разрешены болевые на ноги, на суставы. А в дзюдо запрещены болевые на суставы. Вот. Кроме того, в самбо есть еще подраздел боевого самбо. Это фактически уже смешанное единоборство. Там есть и ударная техника, и борцовская. Поэтому я считаю, что хорошие виды борьбы – это самбо, раз. Это грэплинг. Именно грэплинг. Грэплинг как подвид бразильского джиу-джитсу. Бразильское джиу-джитсу имеет два направления. Когда борется в кимоно – это ги. И когда борется без кимоно – это ноу-ги или грэплинг. Грэплинг – это то, что вы фактически постоянно видите в клинче, когда спортсмены там смешанное единоборство, ММА. Когда вот они в клинч зашли, ударов нет. Вот когда нет ударов – это всегда грэплинг. Всегда. Грэплинг. И на третье место я поставлю вольную борьбу. Почему на третье место ставлю вольную борьбу, а не греко-римскую? Потому что греко-римская борьба – это такой более классический вариант, в котором работает только руками. То есть запрещено работать с ногами. А вольной борьбе разрешено. Вот мой рейтинг. То есть я считаю, что по борьбе самое лучшее – это самбо, грэплинг, вольная борьба. По ударке я считаю, что самое лучшее – это бокс, карате, тайский. Вот наша шестерка. Кто-то может там кричать, что существует огромное количество всяких видов борьбы. Но я смотрю практически, кто побеждает. Кто в смешанных единоборствах, с какой базы люди приходят. Занимайтесь любовью, а не войной. Ну, вы знаете, когда будет следующая трансляция про любовь, я вам расскажу про несколько самых лучших поз. Тогда это будет в тему про любовь. Но, к сожалению, тема этой трансляции у нас – единоборство. Понимаешь, не любовь, а единоборство. Что думаешь о бой Бодика? Я не смотрел этот бой. В нижний пока не планирую. Из боксеров, один из самых величайших боксеров, к сожалению, это Кличко. К сожалению, потому что, если бы он оставался и дальше просто боксером, честь бы ему была бы и хвала, если бы не полез в политику. Я не говорил, что карате лучше тайского. Почему люди, у которых все в порядке в жизни, долбят кокос? Слушай, а почему ты уверен, что это так? В смешанных единоборствах очень много людей занимались в базе карате. Для единоборств лучше использовать такие препараты, которые не очень сильно задерживают воду. Для единоборств ни в коем случае нежелательно использовать винстрол или истонозолол, потому что они осушают суставную сумку, ну и, соответственно, для единоборств это может быть очень плохо. Бег после занятий боксом. Не можешь бегать после занятий боксом. Я не знаю, какой у меня IQ. Когда-то в старшем классе школы у меня мерили, по-моему, было что-то 130-140. Ну, я очень честно сомневаюсь на этот счет. Да, я занимался единоборствами, я занимался бразильскими джиу-джитсом и самбо. Вадим Ашлахтера что-то читал. Достигатор купить? Зайди на сайт fitforlife.ru, набери в поиске в гугле fitforlife.ru, зайди на сайт, и там ты найдешь достигатор. Там, где все книги. Трое или пятеро? Понимаете, ну, если трое или пятеро, то тебя задавят, какими ты там единоборствами бы не владел. Я сказал, что дает какие-то преимущества, но... Понимаете, это не самые главные преимущества. То, что вы занимались каким-то видом единоборств, конечно, а другой человек, если не занимался, и он такой же, как вы, то у вас, конечно же, преимущество. Но на улице принципиальное отличие в том, что это не соревнование. На улице победит тот человек, который готов пойти дальше. На улице победит тот человек, который готов быть жестче. На улице победит тот человек, который меньше думает. Это не соревнование, никто не остановит. На улице человек может ударить в пах, может ударить в глаза, может ударить в гортань сходу. А вы, если к этому не готовы, вы потеряетесь. На улице человек может там взять бутылку, сделать розочку. на улице на улице все очень опасно может быть против лома нет приема если нет другого лома отвечай так да я на улице дрался много раз что лучше тайского в плане в плане борьбы лучше чем тайский допустим самбо у каждого единоборства есть определенные преимущества определенные недостатки для ударной техники я считаю что тайский это один из лучших видов тайский лучше допустим чем бокс потому что там есть ноги но допустим тайский отстает в плане ударной техники рук от бокса ну то есть вот такое вот совмещать ударку качалку непросто ну нужно подготовиться к тому что не сможете набирать мышечную массу а кстати ребят делитесь трансляции не будьте жлобами и лайки денчику фигачите бэм 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 что про нож забыл у нас мы про единоборство без без ножей спасибо что делитесь ребят спасибо историю как дрался ребята работают ребята порой смешные очень делают сюжеты мне нравится уже говорил про боксера к сожалению самый лучший боксер к объективное всех которых я знаю по хотя бы по титулам это кличко борьбу бросил потому что тренер уехал потому что приоритеты жизни поменялись потому что время начал тратить на другие вещи от ударов голову да можешь отупеть может даже из профессиональные заболевания у боксеров потом какая тема считается что если ты занимаешься меньше шести лет то это не очень критично если ты профессиональный боксер и занимаешься больше шести лет тоже достаточно много ударов ты получаешь голову это может быть опасным вы знаете из известных но много мне мне все грейсики нравится ну так как я занимался борьбой мне интересно посмотреть на интересную борьбу по телосложению алистара верим не нравился но вообще если вот в плане именно кто выступает по смешанным ну джефф джефф моттсен однозначно у меня даже у меня в грэплинге даже техника очень похожа на джеффа моттсена я ее где-то даже копировал потому что джефф он еще и качок такой не слабый вот и грэплер очень сильный и многие вещи на нем не проходят такие например как закрыть треугольник с другой стороны у него есть такая очень интересная фишка он очень любит проходить да он делает провокацию оппоненту провокацию в каком плане дает ему возможность закрыть усидно дает ему возможность выйти на треугольник специально для того чтобы человек раскрыл гарду до человек раскрывает гарду увидев его открытую шею он начинает проходить и брать его сбоку а человек естественно как он не понимаешь что там такие же там такая трапеция там такая спина что никогда в жизни не закроет не он теряет хорошую позицию а джефф проходит это вот первая фишка которую я использую вторая фишка север-юг тоже это один из любимых приемов моттсена то есть плане вот таких вот серьезных ммф-щиков мне больше всего близок к джефф монсон федор емильяненко конечно нравится тэквондо это более но такое спортивное единоборство не очень эффективно я считаю тэнчик любит разную музыку китайская канфу я думаю что это физкультура памяти про них много там рассказывать много эпичных фильмов а где победы на международном уровне смешанных единоборствах их нет их нет это так же как это как бесконтакт ники я не знаю зачем он получил российское гражданство интересный вопрос многие сейчас получают российское гражданство но усмотра там еще можно догадаться он как то так уже очень сильно привязался к россии многие известные люди получают российское гражданство может быть из-за налогообложения ну да 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 я тоже думаю налоги конор макгрегор нейтрально отношусь ну есть различные версии я ребят я же не против миллион единоборств существует я рассказал на мой взгляд что вот что вот я вижу что эффективно монсон да ну с другой стороны он уже слабочок в том плане что возраст да и ударная техника у него не очень крафт мага ну это уже скажем так экзотика вкратце повторяю три самых лучших ударных техники это бокс карате тайский три лучших вида борьбы это самбо это грэплинг и вольная конечно бодибилдинг помогает при драке видите любой вид спорта чем бы вы не занимались любой вид спорта помогает в драке абсолютно любой даже если вы занимаетесь бегом при прочих равных у вас есть преимущество у вас больше выносливость если вы акробат или гимнаст тоже у вас есть преимущество у вас более лучшая координация чем у другого человека любой вид спорта скоростно силовой любой абсолютно дает вам преимущество хоть на шесте вы там прыгаете все равно у вас есть преимущества физиологические избегать нужно стычки если стычка началась то побеждать про то как дрался на улице то я много дрался на улице ну как нибудь потом расскажу пора уже прекращать трансляцию мне там анюта ждет давайте ребят хороших вам выходных кстати сегодня праздник так что всех поздравляю всем хорошего вечера не буду обещать что попозже выйду на связь может да может нет ну всегда был всегда приятно с вами пообщаться давайте все пока пока